дорогие друзья всем привет меня зовут елена и добро пожаловать на мой канал знаете на какую тему я сегодня хочу с вами поболтать на тему ароматы вкусняшки ароматы которые хочется съесть у вас есть такие если да то обязательно пишите в комментариях будет очень интересно почитать у меня таких немного но я сделала для вас небольшую подборку давайте начнем 1 аромат о котором я вам сегодня хочу рассказать мне кажется он мало известно на просторах ютюба аромат от ли у джо милана аромат 19 года аромат для женщин это итальянская марка посмотрите какой необыкновенный флакон вы только посмотрите я не знаю видно вам или нет но я поближе потом покажу поснимаю здесь еще такой камушек золотая крышка он весь усыпан блесками золотыми очень нарядный очень красивый флакон я обратила на него внимание из-за флакона но и из-за пирамидки вы знаете у него такая стандартная восточно-гурманская пирамида миндаль апельсиновый цвет нота шоколада все это уходит в такую ванильную базу бобы тонко но он меня приятно удивил сейчас расскажу чем так крышка не открывается давайте я его нанесу аромат очень вкусненький он очень вкусный чуть позже я вам скажу чем он не пахнет базе стартует он красивым апельсином с миндалем и горьким шоколадом кто любит сочетание этих нот я настоятельно призываю попробовать этот парфюм если вы еще его не пробовали знаете вот эта горьковатая нота зеленцой с такой на старте она такая классная она освежает этот парфюм немножко и вот этот миндаль миндаль очень красивый вообще я очень люблю ноту миндаля парфюмерии да и потом очень отчетливо слышится апельсин как будто бы это шоколадно апельсиновая конфета но его правда хочется скушать вот я не могу даже бумажку от себя оторвать потому что ну прям у нас только вкусненький ну прям очень вкусненький ну когда он усаживается на кожу знаете чем он в итоге пахнет вот я вам сейчас расскажу он пахнет шоколадным пряником с апельсиновой начинкой запах один в один ну просто пряник шоколадный о боже какой он вкусный он конечно летом может быть навязчивым но зимой он невероятно он он хорош он очень хорош стойкость у него замечательная красиво звучит шлейфе всегда когда его наношу от своих близких получаю много комплиментов у меня сыночек всегда горитой мам так вкусно пахнет пахнет чем-то вкусненьким какой-то печенькой апельсиновой ну вот вот это вот про это его хочется съесть следующий аромат которым я вам хочу рассказать у меня вот в такой версии travel версии мечтаю конечно о большом полноразмерном флаконе аромат называется proposal марки HVC не буду коверкать честно говоря не знаю как точно произносится наверное haute fragrance company или haute fragrance company повторюсь аромат называется proposal это миндально-фруктово-пудровый аромат он вкусненький но здесь знаете не кондитерская такая вкусность пудрово-сладко-миндальная мне его хочется бесконечно обонять я его очень люблю на себе стартует он сладким миндалем таким сладким сладким миндалем очень красивый очень насыщенный миндаль затем я слышу очень отчетливо сухофрукты какие-то цветы и он красиво запудривается ванильно так сладенько да мне очень напоминает аромат какой-то сладкой пудры но не приторный для меня сладенький который хочется обонять так прижаться к нему он такой мягкий и вкусненький очень красивый флакон обязательно найду картинку покажу я думаю многие с ним знакомы вообще хотела бы поближе познакомиться с этим парфюмерным домом я уже несколько ароматов слушала ну вот этот для меня красив и вообще я последнее время начинаю замечать что у меня практически в каждом аромате есть нота миндаля мне она очень манит и привлекает до хочется его вдыхать бесконечно вот так буду сидеть у нас кстати снег пошел за окном это классно ношу его в любое время года и зимой люблю и весной он меня абсолютно не душит мечтаю может быть закажу себе полноразмерный флакон но ничего такие дорогие хотел как он у меня есть поэтому и до него время дойдет ну и давайте приступим к следующему аромату я бы хотела рассказать вам о своем любимом яички килиан сам лайк тухат я все время путаю сам лайк и тхат они тухат ой какое же но красиво это яйцо так сколько раз я уже сказал слово повторила слово красивая сейчас я его открою но вот это тоже вкусняшка еще та вкусняшка сейчас в общем можно я буду просто сидеть вдыхать и ничего не говорить здесь есть мой любимый личи и и ноты какао и ноты ореха и все это так заслащена запудрена но для меня это прям что-то такое съедобное то есть я слышу здесь зеленцу но она быстро пропадает я слышу здесь личи свое любимое тоже очень люблю но она тоже быстро пропадает и остается особенно в базе вот этот аромат сладкого какао несквика или к или знаете ореховой пасты да она пахнет он пахнет ореховой пастой сладкой ну он по-разному звучит из флакона него наверно себя нанесу можно так главное не промазать не так жалко все время просто так наносить вот на старте он зелененький такой чем-то какой-то травкой зеленцой но как он потом красиво уходит в какао это поразительно вообще мне кажется это очень необычный аромат мне даже ой что у меня выпадает мне даже его не не с чем сравнить потому что что я как-то неправильно закрыла его мне даже вы не с чем сравнить потому что он действительно необычный вот если вы знаете какой-то похожий на него аромат напишите обязательно в комментариях потому что для меня он такой один очень красивый у меня кстати это уже новый флакон есть еще немножко в остатке мне так жалко что их скоро не будет этих яичек я бы еще купила одно яйцо посмотрите как красиво выполнен флакон мы конечно сегодня не о флаконах но вот это оформление уже сто раз про все это говорили но но как же красиво вот он даже когда стоит просто на тумбе я его не храню на тумбочке но мне так и хочется его поставить на туалетном столике чтобы вот эта кисточка смотрите поближе покажу как же это красиво придумано вот сама задумка до его хочется рассматривать этот флакон это выполнение да и так он тоже хорош кстати у кого есть этот парфюм скажите напишите как вы вы храните вот так ставите или вот так мне нравится в принципе как он смотрится и так и так вот сейчас он начинает раскрываться и сейчас вся комната заполнится сухим какао запахом сухого какао сладкого которого хочется и молочность какая-то появляется очень красивые я кстати получала комплименты опять-таки от своего сыночка на этот парфюм он тоже здесь слышит орешки какао шоколадную пасту и он не все время говорит когда ему давай даю понюхать он меня кстати стал частенько нашел мой тайничок где у меня хранятся мои парфюмчики и стал частенько туда залезать и когда пробует именно этот парфюмом всегда мне говорит ой мама так вкусно пахнет какао орешками и чем-то сладеньким так что да этот парфюм тоже хочется съесть это однозначно парфюм вкусняшка для меня ну и давайте перейдем к следующему аромату о котором я вам хотела сегодня рассказать это аромата дома герлен линстан magic у меня еще в таком старом исполнении флакон я имею ввиду здесь осталось совсем немножко но я не могла не рассказать об этом парфюме потому что этот аромат тоже я отношу категория ароматов вкусняшек я обязательно его повторю потому что я жить без него не могу это мой зимний гурманский вкус аромат вкусного лимонного пирога но давайте по порядку аромат 2007 года он стартует цитрусово бергамотова очень ярко и потом он уходит в в такую пудру ирисовую он запудривается очень красиво и мягко ложится на что-то такое сладенькое скорее всего ваниль я ноты обязательно укажу что у меня сразу представляется перед глазами я как уже сказала я вижу такой знаете лимонно-сливочно горячий пирог с ложечкой мороженого шарика мороженого ванильного да я вот именно мне сразу хочется его скушать такой он вкусный он очень красиво раскрывается на коже он очень красиво безумно красиво звучит зимой я не знаю еще ни одного человека которому бы не понравился этот парфюм пудровый нежный сладенький вкусный сливочный да здесь кстати в базе тоже есть нота миндаля чувствуется ореховость и сливочность он очень красивый я не знаю как вам мне очень нравится вот эти вот флаконы я прямо ищу с таким флаконом с таком флаконе этот парфюм затемненными боками не воспринимаются мне почему-то эти флаконы пчелки я люблю мне кажется каждый флакон герлен отражает вот содержимое отражается именно настроение этого парфюма и мне кажется очень подходит тому аромату вот такой вот флакончик поэтому как только найду сразу приобрету ну по-моему есть еще такие флаконы на духе рф и на рандеву я видела может быть стоит заказать к 14 февраля или к 8 марта посмотрим да это аромат однозначно аромат вкусняшка который мне хочется скушать попьем водички поправим прическу и продолжим и еще один аромат о котором я вам хочу сегодня рассказать сначала покажу красивую картинку флакона потому что у меня в маленькой миниатюрке это тоже аромат который я давно хочу и все никак не могу его приобрести они все дорожают и дорожают как вы уже догадались это амуаж саншайн я его тоже отношу к категории ароматов вкусняшек потому что для меня это очень вкусные сладкие необыкновенно красивые сухофрукты верхние ноты этого парфюма миндаль черная смородина черную смородину я не слышу еще какая-то там травка потом все это уходит ваниль какие-то цветы и база у него белый табак папирус можжевельник но вы знаете не вот он на ноты как-то по отдельности мне его даже не хочется разбирать для меня это вот очень такая вкусненькая сладенькая смесь из кураги полито чем-то вкусным каким-то сиропчиком не медом потому что он не медово-сладкий он очень так тонко звучит и я очень хорошо в нем слышу бумажную нотку она придает этому парфюму шуршавости такой и вот эта нота белого табака на меня кстати сразу заинтересовала я вообще очень люблю табачные парфюмы я не слышу здесь табака но мне здесь безусловно слышится может быть это вот нота папируса какая-то далее вот этой повторюсь бумажности немножко ореховости вкусненький аромат вкусненький его хочется прям вдыхать вдыхать его хочется слушать я люблю его наносить и дома и перед сном мне очень нравится как он звучит он сидит близко кожи он не шлифит ну вот это такой аромат уюта мне очень нравится и флакон и все вместе в общем я мечтаю об этом парфюме ну что ребят на сегодня все у меня в комнате стоит просто невероятно шоколадно печенького пудровый сладенький аромат мне кажется я просто здесь сейчас утонув во вкусняшках еще раз вам большое спасибо что заглянули на мой канал обязательно ставьте пальчики вверх подписывайтесь я кстати на днях планирую съездить золотое яблоко нужно уже потихоньку присматривать себе парфюмчики к 8 марта ну и вообще в принципе хочу посмотреть что там новенького составлю себе небольшой списочек и поеду послушаю ароматы может быть какие-то новиночки или те которые давно у меня в виш-листе нанесу на себя прогуляюсь может быть покажу немножко петербурга поэтому обязательно нажмите на подписаться и на колокольчик чтобы не пропустить мое видео хочу еще раз вам пожелать всего самого хорошего самое главное хорошего настроения всем здоровья целую обнимаю пока пока